Добрый день! Меня зовут Михаил Филанчук, я являюсь продакт-специалистом компании Zeppelin по тракторам Fendt и Waltra. И сегодня я вам расскажу о самой новой, самой свежей разработке завода Fendt в тракторе Fendt 936 Vario в последнем, в актуальном исполнении. Это генстое поколение, как мы его называем. Что в этом тракторе нового? Наверное все. В этом тракторе установлен наконец-то долгожданный двигатель MAN, который так давно просился просто в этот трактор. И вот инженеры завода услышали наши просьбы и поставили. 9-литровый низкооборотистый, с концепцией низких оборотов унаследованной со старшей серии, с десятки в 9-ти литрах и рабочем диапазоне оборотов 1150-1500 оборотов в минуту, этот трактор показывает очень хорошие показатели по расходу топлива. При этом, при всем, он имеет 1750 номов крутящего момента. В этом сегменте 300 сил машин. Новая машина открывает у нас диапазон мощностей, ранее, который был для девятой серии, недоступен. Теперь топовая девятка, это 942-я машина с мощностью 415 лошадей. Это низкие обороты, высокая мощность, большой, я бы даже сказал, огромный крутящий момент для этого класса. Делают этот трактор, наверное, лучшим на рынке на сегодня. Охлаждение здесь классическое, не такое, как в решениях 10-й серии, то есть пакет радиаторов, за ними вентилятор. Но минимально минимизированы зазоры для того, чтобы холодный воздух проходил в двигателе, а не было забора воздуха со стороны. Кстати, в новой девятке новый ключ, 47 комбинаций мобилайзера. В данном тракторе установлена трансмиссия такая же, как в тракторе 1000-й серии, то есть это Vario Drive. Это не тот Vario, который был в девятке старой, это переработанная полностью коробка, которая уже хорошо себя зарекомендовала на тракторах 1000-й серии. В чем ее преимущество и в чем ее особенности отличительные от предыдущей модели? Здесь один гидромотор крутит независимо переднюю ось, один гидромотор крутит заднюю ось. За счет этого мы можем реализовать такие полезные вещи, как, например, втягивание в поворот, когда передняя ось будет крутиться быстрее, тем самым втягивая машину в поворот, не заламывая резину. Точно так же в этой машине нет кнопочки управления диапазонами, то есть рабочий транспорт, как было в старой машине, этого уже здесь нет. Гидросистема. Доступна опционально два гидронасоса в суммарной мощности, суммарной производительностью 430 литров. В базовой нашей комплектации мы устанавливаем один гидронасос с производительностью 220 литров. Это честные 220, которые используются на навеску, не на рулевое управление, то есть это то, что выдается на клиента, как говорится, назад на трактор. Здесь мы тоже видим Power Beyond. Это такая вещь, которая, в принципе, нам все больше и больше нужна. Стандартные базовые штуки. Трехточка, ВОМ, четыре пары гидровыходов. Базовое исполнение, которое, в принципе, удовлетворяет требованиям. Нужно больше, без проблем сзади может быть до шести пар гидровыходов. Полезные штуки управления на крыле. Кабина тоже абсолютно новая. Рулевая колонка с приборкой, которая теперь наклоняется вместе с рулем и отклоняется и передвигается к нам. В старой машине было по-другому. Кабина новой девятки максимально ориентирована на удобство оператора. В частности, здесь большая работа проведена по подготовке звука. То есть опционально здесь может стоять 4-1 аудиосистема, 8 микрофонов для громкой связи, чтобы более четко передавать голос, фильтровать. Может стоять сабвуфер. Итак, органы управления. Они всем хорошо известны. Это привычные. Джойстик, трехточка, гидравлика, основные функции трактора, монитор, меню. Осталось все то же самое, абсолютно. Они все построены на одной подформе программной, то есть управление происходит одинаково. Но сама машина, сама кабина, она стала больше, стала объемнее. Это холодильник, а не термосумка. Это настоящий холодильник на 20 литров, который работает от прикуривателя. Очень полезная и приятная вещь. Холодную погоду не нужно, как сейчас, но в жару, в летнюю она очень нужна. Трактор большой, но спускаться с него очень удобно. Прошу обратить внимание, новый типоразмер колес R44 ранее был недоступен для машин девятого поколения. Только в новой девятке Gen 6 у нас уже есть возможность ставить назад 44-ую резину, что соответственно улучшает эксплуатационное качество трактора, потому что больше резина, больше площадь соприкосновения с грунтом соответственно. В данном случае решение трейлборг 750 на 70 R44. Одна из, наверное, самая последняя их разработка, это шина 1060. Итак, 936 в шестом поколении. Абсолютно новая машина, которая даст своим новым владельцам колоссальную экономию в топливе, потому что трактор самый экономичный, не стесняемся это говорить. Его оператору он отдаст максимальный комфорт, а собственнику удовольствие от владения. Немаловажный момент в этом тракторе заявлен интервал сервисного обслуживания 1000 моточасов. Это беспрецедентно, в принципе, для рынка. Но с учетом качества нашего отечественного топлива, ну или не отечественного, но того, которое продается у нас, мы вынуждены снизить этот, конечно же, показатель в два раза, но 500 часов официального заводского интервала, это тоже максимум. На рынке ни у кого такого нет.